Рекламно-информационная программа Культпоход Март 18-го года, 8-е число, Международный женский день, четверг. Добрый день, уважаемые слушательницы. Слушательница тоже. Хорошо начал, да. Слушательница. К слушательницам сразу потянулся. Особое внимание сегодня нашим слушательницам, да. Принимайте наши глубочайшие и величайшие поздравления с этим днём. От трёх мужчин, которые сейчас находятся в нашей студии за микрофонами. Это Николай Голиков. Это Владимир Сметанин. И наш гость Руслан Мамедов. Руслан, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые женщины. Как удивительно, что вы меня сочли возможным пригласить именно 8-го марта в 11.00 в эфир, чтобы всех поздравить с праздником. Вот я задаюсь всегда вопросом, что делают мужики 8-го марта, которые родились 8-го марта? Кстати, я в Фейсбуке посмотрел, есть парочки таких ребят. Видишь, у меня есть такие знакомые, да, действительно. Грустно им весело. Мне кажется, они получают поздравления, Коль. Они, безусловно, получают поздравления, но всё равно какое-то потестовое ощущение, да, вот какой-то раздвоенности. Ну а почему? Вроде день-то женский, а вроде как и мой, да? Ну, сегодня, во-первых, он толерантный очень, не случайно, что я к вам пришёл без цветов, а с мандаринками... С мандаринками, да. Нет, ты пришёл с цветами, но об этом чуть позже. А, с другими цветами, да. Ты пришёл с другими цветами. У мандаринки, тем не менее, у нас холод, минус 16 на вятке, снег, и поэтому пахнет ещё Новым годом. Я вот подарил всем это, можно под мандаринки дарить не только женщинам, а даже мужчинам. Наверняка кто-то ёлку ещё не выкинул. Я не выкинул. Сейчас, кстати, такая мультигендерная идёт философия, поэтому я думаю, что... Можно и мужчин, кстати, поздравить, почему бы и нет? Потому что, ну, это же наш профессиональный праздник. Люди с вчерашнего дня, с позавчерашнего, как сумасшедшие по всему городу бегают, покупают всё, что нужно. И всё, что не нужно, тоже покупают. Всё, что не нужно. Ребят, вчера практически ни одного ресторанного места не было в городе. Всё забито. Всё было забито. Сегодня вообще всё забито. Корпоративы проходят невероятно. Концерты проходят просто с битковыми аншлагами, честно вам скажу. Так что это всё говорит о том, что народ как-то живёт. Весна пришла, несмотря на холод. И мороз и солнце день чудесный. Всё равно теплота какая-то существует в мире. И, во-вторых, очень многие воспринимают 8 марта именно не как гендерный праздник, а просто как первый весенний большой праздник, что это, знаешь, весна. О, весны женская лица. Своим вторым половином цветы докупили уже? Ну да, я заказал, да. Но мне кажется... Я накануне вечером купил. А я холостой парень. Холостой? А ты сэкономил. Я сэкономил. Нет, я хочу сказать, что вот у нас единственная, наверное, страна, где Новый год медленно притекает в 9 мая, понимаете, и в этом теряются все многие праздники. Ведь смотрите, я считаю, что в обществе потребительском, да, эти праздники, они нужны в первую очередь маркетингу. Правильно? То есть люди еще не успели выдохнуть после 23 февраля. Продавай, покупай, продавай, покупай. Нужно срочно, да. Между этим есть 14 февраля, правильно? То есть это вот так с Нового года тихонечко идет и идет. Ладно, надо напомнить суть культпохода. Ну, я думаю, собрались люди, знающие, радиоприемников и те, кто слушает нашу трансляцию на сайтах kirova.ru. Суть культпохода. Мы вас приглашаем на всевозможные мероприятия, рассказываем о них, параллельно разыгрываем книги, пригласительные и так далее. Ну, все, что связано с отдыхом культурным. Гитара моя, которая сейчас лежит на столе, не будем ее разыгрывать, она мне очень дорога, мы исполним композицию. Я был потрясен, когда ты пришел с гитарой на эфир. Ну, я думаю... Ты, если я помню, сидишь и панишь, кто этот, кто этот, кто этот парень с гитарой? Не, ну просто я сегодня утром проснулся, думаю, ну что, три мужика соберутся тут за столом. И у тебя гитара сразу, да? Я бы что-нибудь другое взял. Для милых женщин, что они ничего не исполнили, что ли? Да, конечно, исполнили. Какой ты молодец. Да, культпоход у нас. Ну что, давайте презентовать уже сегодняшнее мероприятие. Ну, во-первых, давай скажем сразу, Руслан Мамедов, он не просто Руслан Мамедов, наш хороший друг, это художественный руководитель творческого объединения «Кировконцерт». Да, собственной персоной. И мы решились женщинам всем подарить цветы сегодня, это будет порядка тысячи человек в зале. Ну, не все, конечно, женщины, но я думаю, что мы войдем в такую, сказать, в книгу рекордов нашей области, как самые такие массовые дарильщики цветов, потому что сегодня в 17.00 со сцены будет литься мелодия, песни, хиты замечательные в исполнении легендарной группы Стаса Намина «Цветы», которая в эти минуты уже сходит с перона нашего поезда. Только-только? А я уже думал, саундчек уже там устроит. Нет, нет, еще рано, у них все накатано, все-таки группе, друзья мои, вдумайтесь, в следующем году, вот как мы разговаривали с Николаем, Исполняется полвека, ребята, полвека. Стас Намин Великий создал эту группу на такой постхиповской теме, за железным занавесом, в Советском Союзе цветы, flowers, да? Да, flower power. Да, об этом Коля, кстати, как меломан и как специалист знает, поэтому сегодня в 17.00 концерт, а я думаю, что сейчас можно поговорить о творчестве, об истории этой группы, и вот как нельзя лучше Николая. Давайте поговорим. Я накануне на Ютьюбе смотрел как раз, пересмотрел, ну так, вкратце, концерт «Юбилейный 40 лет» 2009 года, очень классно. Конечно, классно. Ну, последний раз они у нас были, Коль, 4 года назад, вместе со Стасом Наминым. Ну, я говорю, последний раз смотрел, когда приезжал еще Лосев, был живой Лосев, этот человек, который первый был исполнителем «Звездочки моей ясны», это был хит просто какой-то безумный в начале 70-х годов. Я говорю, реально, вот выходишь вечером летним в город, окна открыты, и везде вот это звучит песня, да, везде звучит песня. Летний вечер. Летний вечер это было позже уже, лет на 10 позже. А так получилось, что как бы получилось так, что я рос, вот я как раз был подростком, когда все эти песни появились, мне было 12, там 13 лет, сначала вот это с целым миром спорить. Я готов, я готов поклясться головою в том, что есть глаза у всех цветов. Это как бы вот было такое обоснование того, что на группа «Цветы», это же текст Расула Гамзатова, величина неоспоримая, великий человек, да, поэтому они как бы это слово «Цветы» продвинули как бы со ссылкой на Гамзатова, хотя на самом деле это была, конечно, ссылка на лето цветов 69-го года, на Америку и на движение хиппи. Вот так ему так все красиво удалось. А, кстати, куда прицел-то, куда было? Все-таки на женское сердце, на мужскую аудиторию или вообще на сердце? Понимаешь, это было такое эхо 60-х годов в нашем начале 70-х, когда вот эта идея всеобщей любви, да, они просто вот, почему у них песни все в основном добрые? Они о любви, они в том числе о женщинах, они мажорные большей частью, да, и даже когда вот летний вечер вроде там и в миноре, да, но это все равно посыл такой любви вот этой всеобщей, тотальной, не просто там женщины к мужчине или партии к народу, да, а такой любви, которая пронизывает весь мир. Я сейчас вспоминаю наш с тобой летний вечер год назад. Ты помнишь? Да, теплый самый был у нас с тобой. А, кстати, я накануне переслушал, реально на отель Калифорния местами напоминаем. Ну, они ведь никогда этого не скрывали. У них даже, вот я говорил, я вспоминал один из самых знаменитых альбомов, он назывался уже «Гимн солнцу». Это просто название альбома группы «Грейтфул Дэд», это одни из лидеров Лос-Анджелеса. Фу, блин, Сан-Франциско, хиппи, вот именно коммунный хиппи, да, вот он назывался, самый известный альбом «Гимн солнцу». Вот, соответственно, там у них были посвящения, «Битлз», вот так это называлось все. И благодаря тому, что Страстнамин парень был непростой, ему удалось, несмотря на то, что это было как бы идеологически несовместимо, вот как бы с той политикой, да, вот как молодежь, ему удалось это все продвинуть и продвинуть и на записи в студии «Мелодия». Они выпускали довольно много пластинок. У меня была редкая пластинка, их вообще полностью на французском языке. Серьезно? Да. Они сделали очень классные вещи. Опять же, Страстнамин хороший маркетолог. Они записали песенку Леграна, Мишеля Леграна, на маленькой пластиночке, запустили на европейский конкурс, получили первое место. А вы вчера в эфире говорили, кто такой Стас Намин вообще говорить? Я не знаю, может, мы сегодня какие-нибудь загадки загадаем на этот случай. Загадки загадаем. Мы же будем вопросы задавать. А потом они записали уже большой диск под названием «Сюрприз для Месье Леграна» полностью на французском языке. А родственные связи Стасом, наверное, играли здесь роль? Безусловно, да. Кстати, он в молодости своей окончил Суворовское училище. Военный? Военный, да. Дисциплинированный. Если говорить о вообще фигуре Стаса Намина в нашей отечественной культуре, то он был всегда, так сказать, можно делать приставку первой. Одним из первых он практически многие вещи начинал. Николай вспомнил, как в 80-е, в 90-е годы он... В конце 80-е, когда он создал центр Стаса Намина, там, во-первых, они стали активно продвигать винил. Они и сами стали лицензионный винил делать, и стали завозить сюда винил. Помню, как они привозили сюда бригаду С. Бригаду С. Бригаду С, она под лейблом центра Стаса Намина у нас выступала на родине и шла в... Это когда еще... Продажа фирменных простинок The Rolling Stones вполне досуга. Это когда еще Супкачев и Голландин были вместе еще? Да, когда они были вместе, когда была моя маленькая Бэйба и все прочее. Да, это Стас Наминых привозил. Он привез в Россию фестиваль мира. Он привез лидеров просто американского хиповского движения. Кроссбин, Стилс приехали, Нэш, там вот они приехали. Они со всей этой... Огромным маршем прошли от Питера до Москвы и дали огромный концерт на Голлужниках. То есть с реальными американскими звездами, вот такими мегазвездами, скажем так, именно такого хиповского направления. Он вообще интересный человек, хочу вам сказать. И когда у нас было 4 года назад интервью по России один и брали наши ребята, он на самом деле такой смуряга. К нему очень непросто было подойти, и очень интервьюер хорошо справился, наш Кировский, с этим. И он был очень доброго мнения о нашем городе. У меня до сих пор в Фейсбуке остались фотографии, как люди на полном аншлаге 4 года назад аплодировали стоя и просили еще и еще. Поэтому мы решили сегодня именно 8 марта подарить вот этот подарок всем кировчанам, всем женщинам. Я думаю, что все. Причем что-то, я хочу еще раз напомнить, что женщины всегда очень любили песни группы «Цветы», именно потому что они были очень добрые и оптимистичны. А, кстати, сейчас, я думаю, время гитары, да? Но прежде чем Володя ее возьмет в руки... Нам нужно на перерыв сходить. А я могу задать вопрос перед перерывом? Ну, мы обычно сначала озвучиваем призы, которые разыгрываем. Давай пока не задаваем. Хорошо, договорились. Я приготовил вам, дорогие радиослушатели, вопрос. А сейчас, я думаю, что наши радиоведущие будут вести в своем каком-то стандартном ключе. Ну, культпоход мы должны поставить в известность наших слушателей, Ну, я думаю, перед перерывом, молодовачи, напомним, что концерт группы «Стаса Намина. Цветы» состоится сегодня, да? В 17.00 в Доме культуры Родина. По дворце. По дворце культуры Родина. Ограничение 12+. Возрастное. Ну, вот требуют контролирующие органы, да, озвучивать возрастное ограничение. Давайте перерывы продолжим. Культпоход. Итак, праздничный культпоход, уважаемые женщины. Поздравляем вас с Международным женским днем. Любви вам, счастья, улыбок, заботы и внимания самых близких людей. Мы тоже хотим о вас позаботиться, о вас и о ваших вторых половинах. Устроить вам приятный вечер, приятное времяпрепровождение. Тем более, 4 выходных дня. 4 выходных дня. Вот это настоящий женский праздник. 4 выходных дня. Ровно половина от новогодних каникул. Там было 8. Там было 8. Итак, поехали. Призы. Призы. Ну, во-первых, конечно, это билеты от нашего гостя Руслана Мамедова на сегодняшний концерт группы «Стас и нами на цветы», который стоит в Дворце культуры Родины в 17.00. 12+. Ограничение. Драматический театр сегодня с нами. Завтра можете пойти на постановку «Киров лес» в 17.00. Ограничение 18+. Либо 10 марта, суббота. «Дядюшкин сон», музыкальная комедия в двух действиях. 17 часов начала. Ограничение 6+. Либо воскресенье, 11 марта. Все, можно или как прожить без взрослых. Но это такая история для детей. В 11.00 начало. Ограничение, соответственно, 6+. Также для детей, пожалуйста, ну, хотя и для взрослых тоже, хотя на такой подоголовок, там сказка, рассказанная она в театре на Спасской, 16 марта, 18.00 Маугли. Там ограничение 8+. Далее к книжкам переходим. Книги от магазина «Читай город» мы напоминаем. Благодарим этот магазин за предоставленные издания. Находится «Читай город» на Преображенской торговом центре «Театро» и в торговом центре «Крым». Итак, Михаил Герман. Воспоминания о 20 веке. Книга первая, давно минувшая. Это глубоко личные воспоминания о периоде 30-60-х годов 20 века. Это бескомпромиссно-честный рассказ о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины и справляться с обыденным советским абсурдом, сохраняя порядочность и чувство собственного достоинства. Прекрасная изданная книга, очень много иллюстраций. 16+. Редких фотографий, видимо, из личного архива. Джордж Фрейзер «Флэшмен и дракон». О, господи, даже вот. Восьмая из 12 книг. Серия «Забияки. Красавцы. Пройдохи. Обаятельном лицемерии. Ловилась о вояке Гарри Флэшмане». 16+. Карен Праер «Не рычите на собаку». Отлично, она у вас. И, кстати, красивая. «Не рычите на меня». Смотри, как гибель классная. «Книжка о дрессировке людей, животных и самого себя». «Дрессировки людей» — это вообще супер. «10 правил, 8 методов, которые изменят мир вокруг нас и нас самих». Просто, весело, профессионально и практично. 16+. Леонид Ляшенко. Леляшенко, декабристые народники судьбы и драмы русских революционеров этой серии «Всемирная история». Ну, по названию понятно, о чем эта книга. 12+, ограничения. Это все, напоминаю, от магазина «Читай город». И далее книжка уже самостоятельная, не привязанная к конкретному магазину. Называется она «Друг познается в еде». Замечательное издание. Авторство Инны Метельской-Шереметьевой и Сусанны Никитиной «Юнгблюд». Автографы, кстати, присутствуют. Автографы и автор книжечка, да. Там множество прекрасных рецептов, простых рецептов. То есть приготовить вкусное блюдо из... Вот я, когда ее выиграю, буду готовить прямо по ней. Пригласительная на выставку. Во-первых, прекрасную галерею. Просто изумительная выставка. Реально, ребята, это работы авторов мирового уровня. Это мастера финской фотографии. Красивое финское название. Мустельма. Это реально очень крутая выставка. Глянь, сейчас плюс всех приглашаю. Потому что, да. Как вот мы мало знаем о финских фотографах. Сходите, вы поймете, что это столица, наверное, мировая фотография. К нам вернулся кинотеатр «Смена». Мы сегодня на любой фильм или любой сеанс можем разыграть туда билет. И от нас никуда не делся кинотеатр «Колизей». Наш проект развался вместо того, что наш город «Колизей». Да, наш дорогой. И к 13 марта в 19.00 состоится закрытый предпоказ фильма лауреата премии «Сезар». До свидания там наверху. Ограничение 16+. И вы можете влиться в нашу секту. В нашу секту, да. Я бы что-то сектой называю. В наш, так сказать, такой неформальный киноклуб. Да. Итак, Гауди, тоже спасибо большое этому заведению. Можем и туда сегодня отправить наших слушателей. 10 марта в 20.00 там будет выступать коллектив из столицы. Jazz Vibes. Jazz Vibes. Продолжайте, Николай. Тут много текста, что я ленюсь. Это просто прекрасный коллектив столичный. Тут джаз. Тоже понятно все, да. То есть люди, лауреаты, амбициозные, виртуозные музыканты, которые играют нестареющую джазовую классику 40-х, 60-х годов. Ну, что тут долго говорить? Почувствуйте вибрации традиционного джаза. Ограничение 12+. Да, ну вот, собственно. Что, петь будем или вопросы уже зададим? Давай вопросы зададим. Давайте вопросы. Слушайте, я сейчас вот слушал перечисления. Я понял, город-то культурный ведь у нас. Еще какой? Это еще малая часть. Я всю жизнь веду полемику, как, в общем-то, деятель культуры, конечно, с теми ребятами, кто постоянно гундосит, извините за такое слово, о том, что у нас ничего не происходит. Правда, Володь? Что у нас пятая точка. Пятая точка, тьму таракани, здесь ничего не происходит в культурном смысле. Ребята, я вам хочу сказать, что это только малую толику вы перечислили. Да, конечно, в том-то и дело. И праздниками ничего не заканчивается. До праздников происходит, после праздников. Город очень у нас культурный, я этому крайне рад. Поэтому, если позволите, я задам вопрос. Задавай. Итак, сегодня в 17.00 во Дворце культуры Родины состоится концерт группы Стаса Намина «Цветы». В первой части до рекламы мы говорили вообще о истории этой группы. Николай Голиков очень много говорил разных фактов, потому что он меломан и человек, воспитанный на этой группе. И затронули само вот это имя Стас Намина, который, как Коля сказал, непростой парень. Так вот, скажите, пожалуйста, настоящее имя Стаса Намина и кто он был по происхождению своему родовому? Понятно, что у него есть армянские корни. Это такая, пусть будет небольшая подсказка, но вот назовите, пожалуйста, настоящее имя Стаса Намина и из какого он рода нашего отечественного советского. Очень знаменитого. Знаменитого. Очень знаменитого. О фамилии все понятно. О роде, да. Если настоящую фамилию назвать, то все понятно. 211-101. Номер нашего телефона. Мы вас ждем. 211-101. Звоните. Давай, Володь, заводи шарман. Кстати, Стас тоже родился 8-го числа, правда, 8-го ноября. Ну, это практически как сейчас. Это в такой же погоде. У нас минус 16. Я смотрю в окно из вашей студии. Люди идут в администрацию Кировской области с цветами. Туда заходят. Оттуда выходят. День сегодня чудный. Вообще сегодня день-то выходной. Чего-то они в администрацию-то все пошли. Ну, там же люди работают. Смотрите, что творится. Ведущий Владимир Сметанин взял гитару. Берет гитару. А что мы будем петь? А давайте, друзья, все подпевайте. Финальная песня. Они всегда заканчивают. Поехали. А можно у меня тамбуринчик? Конечно. Внимание, друзья. В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где по долгу добрую ждем порой мы весь. Чтобы было легче в трудный час, нужно верить каждому из нас. Нужно верить каждому в то, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Давайте не будем отбирать лавры у все-таки тех, кто... Но мы неплохо исполнили. Смотрите, кто нам махнет. Единственная девушка сегодня 8 марта. Аня Лапшина. Мы тоже поздравляем Анечку Лапшину. Она делает козю. Аня, это может означать сегодня две вещи. Либо тебе нравится, и ты смог, он ты кайфуешь. Либо на родийном языке это означает, что у нас есть звонок. У нас есть звонок, что ли. Прошу. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, с 8 марта вас. Татьяна, мы вас поздравляем. Ужель она звалась Татьяна? Ужель так самая Татьяна? Сидит довольна, сыта. Ну, не будем. Арияна. Да, да, да. Довольна сыта. Татьяна, вас поздравили сегодня уже ваши дорогие мужчины? Да, поздравили, поздравили. Принесли цветы. Цветы. Я подпевала вам с такой радостью, ребята. Ну, а теперь сейчас скажите, как звали Стаса Мик... Стаса Мик... Стаса Мик... Стаса Мик... Тихо, тихо. Татьяна? Правильное благодарение. Анастас Алексеевич Микоян. Микоян. А как вы думаете, какое отношение вот он и к кому имел? Вот вам ничего не напоминает это имя Анастас Микоян? Да, конечно. Историческое Микоян. Ну, там это наше правительство родное, это церковское. Да, действительно. Его еще называют, кстати, отцом российского и советского общепита. Знаете, есть такие колбаски Микояна. Микояна Анастасия до сих пор есть. Да, да, да. Комбинат работал. А есть и авиационная промышленность, которая носит его имя. Правда, Татьяна, вы победили. Будешь сыт и пьян, покупай Микояна. Да. Ну что, вам сегодня какие-то подарки или все-таки билеты? Может, пойдете, сподобитесь в пять часов? Успеете дела переделать? Пойдете, да? Пойдете. Ну все, Татьяна, берите, значит, любого с собой спутника, мужчину, женщину, все что угодно. И приходите к нам в 16.30, запоминайте, на служебный вход. Я лично буду вас встречать. Пароль, Руслан, ты очень хороший человек. Да. Старство, я запомнила. Старство, намеря. Да нет, ну вы скажете, что вы победитель Эхо Москвы. Мы вас с удовольствием встретим. Я думаю, что вы проведете прекрасный вечер. Добро пожаловать на концерт. Я поняла. Хорошо, поздравляю. Я поняла, что сейчас придется до Татьяна туда и скажет, Руслан, Руслан. А вы не кладите трубочку с редактором, с нашим пообщайтесь со мной. Вам редактор объяснит, как сделать так, чтобы никакая другая Татьяна в вашем имене не вашего номера телефона. Да, мы не так просты, как вам кажется. Поздравляем вас еще. Ну и дальше продолжаем, собственно, задавать вопросы нашим слушателям. Николай подготовил свою музыку. Музыка? У меня музыка не связана с группой «Цветы», она связана просто с женщинами. Женщинам в разные, так сказать, их поставить. И первое, я думаю, будет довольно-таки интересный такой примерчик. Вот я попрошу включить первый коммерчик. Наш звукорежиссер Денис Князь, пожалуйста. Такая приятная французская мелодия звучит. Все не так, это просто. Дело в том, что эта прекрасная французская мелодия не совсем французская. Написана была она для американской певицы и кинозвезды Барбары Стрейзанд. И написали очень известные ребята. Вот я просто предложу, скажу вам три варианта ответа. Это были ребята из группы «Бичбойс», это были ребята из группы «Биджиз» или это были ребята из группы «Биту». «Биджиз» или «Бичбойс». Они специально для Барбары Стрейзанд написали. И сами ее, кстати, в то время. И припев хорошо. В оригинале называется «Вумен и лап». Влюбленная женщина. Влюбленная женщина, да. По-французски так же там «Ля фа-ма-ма-ха». Что-то такое. Музыкантинскую группу сочинили эту песню для Барбары Стрейзанд, которую потом пела Мирей Матье, напомню, сейчас она в эфире озвучала. Это была группа «Бичбойс», «Би-джиз» или «Би-ту». Напоминаем, что мы обычно нашим слушателям предоставляем две попытки. Если первая окажется неправильной, то, пожалуйста, еще разочек можно. Ну вот уже желающие рискнуть. Анька просили фанатей. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Олег нам дозвонился. Олег, наш постоянный участник. Кто же сочинил эту песенку для Барбары Стрейзанд? Думаю, что «Бичбойс». Так, ну первый вариант мы всегда же не учитываем. У вас остались «Би-ту» и «Би-джиз». Ну вот тогда «Би-джиз». Конечно. «Би-джиз». Да, это песенка группы «Би-джиз». Правильно, сами они сейчас уже в конце карьеры стали исполнять. До этого не исполняли никогда. Ну что, мы зачитываем второй ответ, да? Да, зачитываем. Кстати, Олег дозвонился нам накануне, когда мы говорили, то есть когда мы просили мужчин нам звонить, поздравлять своих дорогих женщин. Олег уже выиграл, кстати, билеты на... Серьезно? Да ведь, Олег, да? Да. Так мы сегодня встретимся с вами. На цветы вы сегодня идете, да. Ну и у вас законное право выбрать что-то у нас еще. Книжечку, которую вы первые называли. О-о-о! Это Михаил Герман. «Поспоминания о 20 веке». Изумительная книга, прекрасно изданная, куча фотоматериала и просто текст. Я просто так полистал, почитал, очень интересный текст. Поздравляем вас. Книжка ваша. Не клади трубочку, вам расскажут, как ее получить. Да, хорошо. У нас время рекламы наступает. Сейчас прервемся на полторы минуты и вернемся в студию. Культ поход. Прям не могу руки тянутся к гитаре, хочется что-нибудь исполнить. Можно не из репертуара группы «Цветы», но очень тоже известную песню. Это у тебя будет вопрос такой? Нет. Сегодня 8 марта, можно все сделать. Просто душа поет. «Женщины». Не обижайте любимых упреками. Я даже помню фильм, в котором эта песня впервые прозвучала. Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Это песня «Веселая планета». Веселая планета. Фильм назывался. Музыку писал для этого фильма Давид Тухманов. А исполнили песни «Ры», правильно? Исполнили песни «Ры». Исполнили песни «Ры». Уважаемые слушатели, слушательницы, творческое задание. В честь 8 марта, пожалуйста, дозвонитесь. Здесь 11-101 и тоже что-нибудь исполните. Да, посвященное женщинам. Либо стихотворение, либо композиция. Полным-полно таких вещей. Пожалуйста, мы вам подпоем. Если мы теперь подпоем. А я вам хочу, как человек культуры, который непосредственно работает на сцене, в отличие от вас, которые тоже у микрофона, но немножко всегда скрытый вот этой дистанцией эфирной. Буквально вчера я выступал во дворце культуры СКЦ «Семья». Раньше он назывался 20-я партия. 20-я партия. 20-я партия. 20-я партия. В Кирове очень большое количество есть артистов, которые действительно красиво и замечательно исполняют свои номера. Вот, например, вчера у нас в концерте, впервые в эстрадном концерте мы возродили жанр мелодикламации. Сегодня это немножко забытый жанр. Михаил Лицарев чрезвычайно хорошо исполнил несколько своих замечательных совершенно стихотворений, там, Саши Черного и Левитанского. О, это его любимые. Да, подборные аплодисменты. А в зале сидели рабочие завода «Авитек». Вы понимаете? То есть люди тянутся к прекрасному. Такие возрождаем жанры, как художественный свист, игра на аккордеоне. Да, сейчас работаем, кстати, над очень хорошим жанром. Когда у вас была бы гитара, а у вас бы гармошка, вы могли бы сделать жанр куплетов. Помните раньше? Раз, мужик, 8 марта. Да, это тоже замечательно. И хочу, конечно, передать привет всему коллективу СКЦ «Семья» под руководством Ольги Геннадьевны Конаковой. Вы знаете, там трудятся потрясающие люди. Но вот эта вот странная вещь, когда стоит на отшибе нашего города, на рабочем поселке ДК в стиле 70-60-х годов, обшарпанный весь, холодный, честно говоря. Я что, там давненько не бывал он действительно такой? Как на Кубе. Знаете, как Куба вся обшарпанная, вот такая Гавана. И там совершается искусство. Вот я к чему хочу сказать. О том, что, конечно, хотелось бы рано или поздно достичь гармонии, чтобы храмы искусства, культуры блистали и хотя бы были такими, знаете, эстетически привлекательными. Потому что там трудятся хорошие люди. Два слова хотел бы сказать о том, что... У нас слушатель висит. Да-да, давайте-ка. Неуважительно. Алло, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. А можно спеть или можно поздравить? И сплясать можно, и спеть, да. Светлана Ердякова, наша постоянная слушательница, да? Да. Светлана, с праздником вас, с 8 марта. Спасибо, я бы хотела лучше поздравить. Поздравляйте. Ну, давайте. Хорошо, спасибо. Значит, я хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Примите мои поздравления в Международный женский день. Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирень. Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда. Пусть дом ваш будет полной чашей удачи, счастья и добра. Опа. И бабла. И бабла. Удачи, счастья и бабла. Да, отлично. Не помешает, конечно. Ну что, приз выбирайте. Стихотворение услышали, все сделали правильно. Ага, ну давайте. Кинотеатр Колизей, два места. Два места. Два места. Арт-зал, вторник, 13 марта в 19.00. Фильм называется «До свидания там наверху». Да. Кстати, трейлер впечатляет, что-то там загадочное. Да, там всякого есть. Да, интересно. Поздравляем вас еще раз. Ну и у нас остается еще до конца первой половины культпохода 8 минут. Можно мне 3 минуты сказать? Потому что, если позволите, господа, я знаю, что во второй части нашего культпохода здесь появятся ребята из нашей кировской группы «Торбо на круче». Кировской и Питерской. Это Питерско-Кировской. Макс Иванов, вероятно, сам придет. Да, да. Очень приятно будет с ним повидаться. Так вот, я хочу сказать, что по-прежнему на Вятке происходят очень мощные продюсерские проекты. Слышали ли вы что-нибудь о прекрасном совершенно содружестве нашего ансамбля «Северная звезда»? Раньше он назывался «Внутренних войск Российской Федерации», сейчас называется «Нацгвардии», которым руководит Сан Саныч Гаврилин, старший лейтенант. И потрясающих московских молодых исполнителей, таких как Виталий Кий, Сергей Плюснин, Дмитрий Рибер и Владислав Косарев. Не слышали? Нет, нет. Это вокалисты. Это вокалисты, причем они очень популярны во всей стране. Но хочу вам сказать, что кировский продюсер, моя подруга и коллега Флера Вовникова, которая 8 лет назад начинала этот проект на моих глазах в Театре кукол, вы не представляете, что они сегодня делают. Они сегодня взрывают залы, рвут на часть. И эти ребята практически неделю или около 8 дней провели на вятке. Они выступали везде. И в воинской части в Юрье. И выступали для правительства. И выступали. Большой сольный концерт дали именно у нас в родине. И мне настолько отрадно, что это наш родной кировский продукт. И что наши деятели культуры работают и создают просто высочайшего творческого уровня какие-то вещи. Поэтому я хотел бы сегодня всех коллег женского пола поздравить с 8 марта. Все, кто занимается в прокатном бизнесе, в гастрольном, режиссеров, постановщиков. Девочки, я вас очень люблю, горжусь вами. Ваш Руслан Мамедов. Отлично. И у нас на телефоне тоже очень юная наша слушательница, которая вообще не хочет поздравить. Да? Да. Своих родных. И мы что-нибудь выручим обязательно. Конечно, если она что-нибудь попросит. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Алина. Алина. С праздником! Алина, поздравляем тебя. Спасибо. Сколько тебе лет, скажи, пожалуйста. Мне 9 лет. 9. Молодец какая. Ну давай, не будем тебя томить. Поздравляй. Хорошо. Раз у тебя такой порыв души поздравить, дозвониться. Выслушаем? Слушаем. Хорошо. Да. Ну. Так. Говори. Слышим лист. Все, что в жизни звучит красиво. Я хочу подарить тебе, чтобы ты была самой счастливой в этом мире, на этой земле. Отлично. Это кому? Маме? Да. Маме. Маме. Отлично. Чем ты сейчас занимаешься? Скажи, пожалуйста. Я сейчас сижу с бабушкой. С бабушкой. А родители где? Отмечают или что? Нет. Родители дома. Я просто сейчас у бабушки. А, ясно. Ну мы бабушку тоже хотим поздравить. Как бабушку зовут? Бабушку зовут Нина Николаевна. Нина Николаевна? Да. Точно так же зовут мою маму. Нина Николаевна. Нина Николаевна, уважаемая. Так может это... И бабушка, и мама. Может Алина это твоя дочка? У меня сыновья. Вот. У меня сыновья. А дочерях я не знаю. Все, отлично. Алина, ты что-то хочешь получить? Какой-то приз от нас? Да, я хочу в кинотеатр. Смена. Смена, да? Да. Смена на любой фильм и сеанс. Алиночка, не клай трубочку, и наш редактор объяснит тебе, как ты сможешь получить этот билетик. Сейчас вы мне напомнили такую шутку, которую в свое время Соломон Борисович Сахар, наш учитель, наш духовный наставник, рэбок, кстати, уже 10 лет как его с нами нет, он всегда на своих концертах говорил, когда исполнял песню, если ты, Коля, помнишь, У меня родился сын, первый сын, мальчик 10-ти пудовый, пунтовый, да у меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. Или клевый иногда он пел еще. Или клевый. Он был хохмач еще тот совершенно. Несмотря на тяжелую свою судьбу, да? Ну, у него, да. Покидал его. Сложная судьба. И как сказал мой друг Юрий Алексеевич Миславский, зяму надо знать. Так вот, при всем при том, значит, он был достаточно серьезный хохмач. И он перед этой песней всегда говорил, а сейчас я хочу вам исполнить песню про мальчика, про сына. Бог мне сына не дал, у меня две дочки, но кто его знает, кто его знает, что дальше может быть? Я еще с утра дома не был. Он вот так вот говорил. Помнишь, да? Помню, конечно. И исполнял эту песню. Да, так что, конечно, очень много событий культурных происходит. И вот благодаря вашей программе «Культ поход», то, что вы освещаете, то, что вы даете людям возможность приобщиться и к концертам, и дарите книги. Конечно, ребята, я вас в свою очередь хочу тоже поблагодарить и сказать, я ваш преданный друг. Я думаю, что скоро программа закончится, поэтому... Ну, у нас две-три минуты. Рулите. Еще вопрос можно задать. Рулите, общайтесь, я буду слушать вас, потому что для меня это колоссальное совершенно удовольствие. Вопросы еще? Будешь задавать? Есть вопросы к слушателям? Я могу прям сходу задать, пожалуйста, задать небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, тот же Соломон Борисович Сахар, когда исполнял песню «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую», на какое слово он заменял слово «такую»? «Мне б», вот «какую», да. «Какую», вот он, знаете, он говорил, «А сейчас я исполню песню «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б». И дальше была...» Это рифма хотя бы? Да, да, это рифма. Это была очередная его хохма. Кстати, хочу сказать, что эта песня тоже звучала в свое время из каждого утюга. Да, из каждого утюга. И вот 10 марта, кстати, послезавтра она прозвучит в филармонии на моем концерте, я пригласил тоже ребят. Хочу вам сказать, что я могу и туда разыграть билет, если вы пожелаете, господа. Хорошо, это потом нашего редактора. Итак, сокращу этот вопрос. Как наш незабвенный Соломон Борисович Сахар шутил, когда объявлял песню «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую», чем он заменял финальное слово «такую»? Это в рифму. Это в рифму. Мне чего? Вот такой у меня будет вопрос. Ах, какая женщина, какая женщина, б дыб. Ну, давайте, что, поиграем, рифмы подбираем. Мы вам сейчас подсказывать будем. Звоните, 211-101. Вы, кстати, в финале можете сыграть. В темном зале ресторана, средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Смотрите, что он делает, друзья. Если бы вы видели, Владимир Сметанин берет гитару. И наш Константин берет гитару. Каких иголов там поет? Столико напротив, ты сидишь полоборота. Вся в лучах зеленого света. Живу в горову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне б какую. Какую, мне б какую. И там снова переход. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне б какую. Найдем. О, есть желающий ответ. Что, серьезно? Поиграть с нами в слова, да? Кто-то помнит еще. Извольте. Более. Более. Здрасте. Я это придумал в слова. Придумали? То есть вы не помните, а придумали. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Владимир Борисович. Владимир Борисович. Владимир Борисович, а вы помните Соломона Борисовича, вашего, так сказать, вот... Да, я это, он это с аккордеону, кажется, это, и у него доска, это, даже на доме, это... Да, доска у него на доме есть, да. Да, и дом, где прокуратура. Напротив кинотеатра Победы Гауна. Не знаю, как это это вспыхается. Говорите слово. Да, говорите слово. Мне б какую? Мне б любую. Мне кажется, попытку надо зачитывать, несмотря на то, что... У меня был вариант худую. Да, это точно, но... Не по любую. Не точно, но очень оригинально, кстати. Я думаю, от любой раз зачитываю. Отлично. А можно я эту шутку возьму и буду рассказывать на концертах тоже, как скетч? Можно? Ладно, у меня много таких шуток. Владимир Борисович, значит, вы уже победили, несмотря на то, что ответ неправильный. Правильный. А давайте, может быть, с вами тогда продолжим? Макс пришел, Иванов, привет, дружище. Давайте продолжим. А если не любую, то какую? Вот представьте себе. Рябую. Вот смотрите, у него есть жена, подсказываю, да? У меня тоже есть жена. Время подсказывает. Ну вот, и он говорит, мне б... Ах, какая женщина, какая женщина, мне б... Какую? Нет, жена у нас какой? Она первая, да, у нас, жена, так сказать, женщина в нашей жизни? Я понял. Володь, давай спрятать. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне вторую. А, да, ой, не, никогда не хочу. Ну, понятно, понятно. У меня это, у меня, это единственное, мне больше вторую не надо. Владимир Борисович, давайте быстро выбирайте приз, потому что время у нас заканчивается. А какие варианты? Ой, да много чего. Ой, да у нас много чего. Театры, книги. В театры пойдете? Драматические театры, театр Наспаска, нет, Маугли там будет. Вот смотрите, драматические театры. А, на цветы сегодня можно пойти в пять часов вечера. Пойдете? А давайте я трубочку дам жене, она выберет. А, ну хорошо, тогда уже ваша супруга будет общаться с нашим редактором. Давайте сделаем с редактором, потому что время эфира выходит. Ну вот что, вот суть, 8 марта, да, все, сейчас дам, жена разберется. А мне по-любую, по-моему, это шикарно. Это шикарно, да. Спасибо большое, Руслан Мамедов, художественный руководитель творческого объединения «Кировконцерт», продюсер «Шоумен», уже подошел Макс Иванов, лидер «Торбо на круче», он будет у нас во втором часе после 12.05, будет, естественно, исполнять песни и тоже разыгрывать билеты на завтрашний концерт «Торбо на круче» в Гаузе. Так что у нас сегодня замечательный в честь Международного женского дня культпоход. Ну что, я отплываю, друзья, отчаливаю, да? Удачи! Можно отходничок сказать, как у нас музыканты говорят? Еще раз всем привет, всех с праздником, с 8 марта, до новых встреч!